Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале Живой Вяжи в Италии. Сегодня я хочу вам показать мой кардиган, который я уже довязала. Все, он готов. Поставлю вам видео и фотографии, как он смотрится на мне в разных образах. В смысле, какие там образы? Низ! Жду, конечно, как всегда, ваших комментариев по поводу, по поводу, по поводу, по поводу, какой бы образ вам понравился больше. Да, я уже для себя сделала выбор, конечно, посмотрела. Еще был один вариант, который хотела попробовать, но уже не переодевалась. У нас очень жарко, и мне уже была... Я уже вся такая употевшая. Может быть, в каком-нибудь следующем видео покажу еще, какой вариант мне пришел в голову, с чем можно надеть этот кардиганчик. В принципе, его можно надеть совсем, потому что он... Это считается как верхняя одежда, и... Как мне кажется, он подходит подо всем. Да, очень мне он понравился. То есть я такая рада... Я такая рада, что я его довязала в том плане, что он мне очень нравится. Что я это сделала. Это огромная работа, ребята. Это вообще... Ой... Ну, прямо... Очень я хотела связать его. И вот я закончила, и рада результатам. Очень мне нравится. Супер-супер-супер. И хочу вам сказать, что это мой первый такой проект крючком. Я никогда не вязала больших таких изделий, в смысле одежды, крючком. Как-то вязала, ну... Бортики для полотенец, там обвязки, да. Вот хлопком, тоненьким крючком, один с половиной. И как бы тоже был очень долгий процесс, но как-то не так сложно мне казалось это все. Как-то быстро у меня все связалось. Сейчас смотрю, и думаю, боже, неужели это я связала. Вот этот я вязала долговато, в том плане, что, во-первых, пряжа, то пряжа заказывала два раза, мне не хватало. Далее, что еще? Соединение. Очень много кончиков. Что вот очень много кончиков, вот этих надо запрятывать. Это для меня, конечно, ковыряние эти... Ну, в итоге все заправило. Вчера вечером тут еще какие-то непредвиденные были встречи, какие-то дела. Надо было куда-то бежать, что-то и отдыхать хотелось. И, ну, в итоге я рада. Я рада, что у меня получилось. Я довязала, то есть последний раз заказала пряжу, и мне пришли ниточки. Я довязала вот еще нижний ряд здесь на рукаве и добавила, и внизу добавила. И он получился как раз так, как я хотела. Длина идеальная, все мне нравится, ширина, все супер. Единственное, я его еще не стирала, он у меня... Я его отпарила утюжком, только обработала. Еще не стирала. Ну, думаю, что никаких изменений не должно быть после стирки, в принципе. Вот. Такая красота. По весу в итоге получился килограмм. Это как бы много. Да, он тяжеленький, тяжеленький. Но дело в том, что вот эти дырочки, да, то, что здесь столбиками, и вот такие есть отверстия. Вот с изнанки, видите, как тоже аккуратненько все... Все аккуратненько, красиво. И с изнанки. Вот, благодаря вот этим дырочкам, он очень такой вентиляционный. То есть, продувает, и в общем, как бы в нем не жарко. Так, не падай больше, пожалуйста. Так, вот такая красота. Дорогие мои, я вам поставлю видео. Далее вы увидите, что же происходило на этой неделе. И как мы съездили на праздник лягушек. Как мы их ели. Ну, кому неприятно, не смотрите. Потом поставлю маленькую, коротенькую вставочку, что мы успели съездить и на море. Это все было в прошлую субботу, воскресенье. Очень такой был, да, насыщенный конец недели. На этой неделе работа, работа. И так как эта неделя у нас получилась короткая, рабочая. Дело в том, что поселок, в котором я работаю, городок, где находится моя фабрика, имеет название Сан-Вендемьяно. И 1 июня праздник этого святого, то есть святого Вендемьяно. То есть праздник этого святого, защитника вот этого города. То есть у нас как бы каждый поселок имеет какой-то святой, который его защищает. И в этот день, когда праздник этого святого, получается, город останавливается. Ну, то есть празднуют, очень празднуют. Многие фабрики, предприятия, фирмы, которые находятся в этом городочке, они закрываются, не работают. Ну, некоторые работают. Ну, в общем, как бы мы, моя фабрика, на которой я работаю, мы были закрыты. И этот день оплачивается, как будто мы работали. Он оплачиваем. Вот. Все зависит от хозяина. И 2 июня, получается, День Республики. То есть это вчера было, сегодня уже третий, я снимаю это видео. И День Республики, это все, это Италия вся останавливается. Получается такой понт. Помните, я вам рассказывала, что, значит, никто не работает, и все закрыто. Все разъехались, все дороги, автострады забиты. У нас тут только об этом и говорят. По телевидению, по радио, что пробки, пробки, пробки. Потому что все ломанулись к морю. Такие большие выходные. Да, пятница, суббота, воскресенье. Погода хорошая, люди отдыхают. А у меня получился еще и четверг. То есть первое, второе, третье, столько выходных. Это здорово. Мы вчера тоже съездили в гости к знакомым. К знакомым, безнакомым. Такая история интересная получилась. Нас давно уже приглашал этот товарищ, которого мы знаем. Наш друг. И к себе в дом. У него очень большой. Ну, я поставлю вам маленькие заставочки, видео. У него большой дом. Расскажу там. И он давно уже собирался нас пригласить. И еще там других людей, друзей. В такую большую компанию, чтобы просто съесть у него там какой-то поросеночек был. И сардинский. И сардиньи. Да. И должны были приехать эти друзья именно сардиньи приготовить этого поросенка. И вот мы все откладывали, откладывали. Как-то то у того не получилось, то у этого не получалось. А тут мы поехали вчера в обед. И получилось, что компания для нас была вообще незнакомая. Мы знали только хозяина этого дома. Знаем. И даже его новую подругу мы видели в первый раз. Так получилось, что мы приехали, а у него температура 39. И, короче, он остался в комнате. Окна были открыты. То есть он лежал в постели с температурой. А мы за столом на веранде сидели и обедали. Совершенно незнакомыми людьми. То есть нас был там приличный человек. Да, было вообще, если со мной 4 женщины и 6 мужчин. Седьмой лежал в комнате больной хозяин. И то есть мы, вы знаете, я получила такое удовольствие от этого обеда. То есть совершенно незнакомые люди. И я их первый раз видела. И, может быть, даже последние. Я не знаю. Но настолько такие открытые люди. Настолько все веселые. Как-то вот без всяких... Не задавали никаких глупых вопросов. Потому что я одна там была иностранка в этой группе. Как бы... Ну, было так интересно с ними общаться. Было настолько интересно провести все это время. В итоге мы там были до полшестого вечера. То есть с 12 до полшестого мы сидели за столом. Разговаривали, веселились, ели. Мы объелись. Я сегодня целую ночь не спала. Потому что это какое-то обжорство было. И я себя чувствовала принцессой. Потому что мне все приносили, уносили. И это настолько свободно. Ой, ребята. Все-таки здорово. Я вам всем желаю такие компании. Таких друзей. И даже не друзей. Но просто такого... Время препровождения иногда. Потому что это здорово. Это было очень легко. Я пришла домой маме, рассказываю. Говорю, мама, я даже со знакомыми, бывает, не проводила так хорошо время. То есть со знакомыми, с друзьями, с которыми мы дружим много-много лет. Или там компании, или какие-то родственники, да, которых знаешь всю жизнь. И бывает, присутствует какой-то напряг, какой-то... Боишься что-то ляпнуть. Или там вообще... Или что у тебя что-то спросят. Ты не хочешь отвечать. Выкручиваешься, выверчиваешься. Ну, то есть... Ну, вообще. Я получила огромное удовольствие. И вам желаю тоже таких же друзей, таких же знакомых, таких же обедов, чтобы вы почувствовали и действительно отдыхали. Это был отдых. Плюс они еще с собой нам с обойку собрали. То есть сладости, там десерты и мясо. Потому что все узнали, что у меня мама осталась одна дома. Это первый раз, когда мы ее не взяли с собой. Ну, потому что незнакомая компания. Я не знала, как... Все меня поругали. В том плане, надо было брать маму. Почему ты маму не взяла? Бедная женщинка. Что ж ты ее там одну оставила? И вот тебе с собой кое-то маме, маме, маме. И в итоге... Ну, нет. Мама бы не поехала. Она сама отказалась. Как бы я не то, что там предлагала. И говорила маму, хочешь, я не поеду. Она сказала, я бы и не поехала. Потому что, ну, она никого не знает, как жить, как и мы. Плюс она не говорит по-итальянски. И, во-первых, говорит, я не хотела тебя напрягать. Что тебе надо было бы переводить мне. И то, что я сказала тоже. А так, в общем, она тоже, говорит, неплохо провела время. Связала носочек. Чему рада очень. И была здесь в компании готов. Так что, вот так вот. На этом все. Буду вам с вами прощаться. Да, кстати, не забудьте посмотреть там. Видео будет еще дальше с распаковочкой очень интересной пряжи. Да, я вам не говорила про этот заказ. И поэтому это сюрприз. Посмотрите обязательно. И, как всегда, жду ваших комментариев под видео. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось это видео. Пальчик вниз не надо ставить. Но если уже заслужила, то поставьте. Отлично. Сейчас я вспомнила, что я микрофон-то не подключила. И я не знаю, какой будет звук Аюта. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok намек понят посмотрела твое видео вот какая красота и венцо обухнуть видите декор вот такое и но он нормально вписывается только что вот эти пластмасски они отваливаются и воняем красивый это совсем другое дело вот как я хотела на таком кружочке единственное может быть пониже или повыше еще так ну колокольчик у нас качуется на украшения декоративного на другое потому что как-то этот колокольчиками подарили каким-то я уже не помню но в итоге этот колокольчик мне нравится как он звенит когда открываешь дверь стучит об дверь слышно сразу что кто-то всем привет сейчас я вам покажу что же мне пришло мне пришла посылка от фирмы упала это насочная пряжа ну как насочная здесь можно и кофту из нее связать если хочешь не обязательно носки ну в общем как бы считается насочной и это мой эксперимент первый раз я вообще буду вязать из этой пряжи из опал именно очень много разного хорошего всего слышала только хорошее ничего плохого не слышала про эту фирму про производителя то есть все очень хвалят эту пряжу если вы посмотрите на просторах youtube тоже очень много девочки хорош хорош хороших очень много хороших отзывов вот и интересные расцветки интересные композиции получается очень красивые носочки я уже давно как бы хотела купить эту пряжу попробовать и видела что выходят разные серии то есть коллекции с разными тематиками именно там ван гог там посвященная природе посвященные климт по моему тоже были была серия окра покраски пряжи носочной то есть очень очень разных очень разные расцветки разные эти как их назвать фантазии фантазии ну вот и мне поняли так все смотрела смотрела но никак не покупала потому что во первых она очень дорогая оказывается я как бы для насочные пляжи я привыкла покупать бобину и в стоковом на стоковом складе бобинную пряжу эту насочную и как бы меня все устраивало но сейчас я решила нет дай-ка я куплю и купила я не просто один моток или какого-то определенного композит с какой-то определенной коллекции я купила абонемент то есть узнала кого-то посмотрела на youtube кто-то показывал свои красивые носочки и я услышал что оказывается эта фирма опала не устраивают четыре раза в год у них есть такая функция называется абонемент то есть март май сентябрь декабрь не знаю почему в эти месяцы но вот 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 эти четыре месяца у них существует вот этот абонемент где ты оплачиваешь посылку посылки в шесть моточков входит я не знаю все время шесть или может быть еще восемь я слышала ну короче шесть буду говорить то что знаю шесть моточков покраски которая красится именно только для этого абонемента то есть больше не в нигде вы не увидите эти моточки ни в какой коллекции продажи может быть один какой-то или два до могут появляться но так чтобы все вот эти расцветки они больше не повторяются то есть я заранее не знаю что я заказываю то есть я заказываю абонемент 6 мотков оплачиваю 42 90 по германии кстати бесплатно пересылка но мне в италию пришлось заплатить и немало денег в итоге у меня вышла посылочка на 62 евро то есть получается 6 мотков 10 евро моток это очень дорого но мне так хотелось попробовать и здесь на моточках нет никакого номера то есть вы не увидите вот он выглядит вот так тут не знаю нет то есть если на обычных других моточках от опал от любой другой до фирмы ализе там или кто еще у нас носочный шакенмайер у них обычно вот и в опале тоже вот есть нарисован носок и гамма как там выглядеть будет носок связан из этой пряжи в этих моточках нет вот он именно так называется упал оба то есть все вот этот набор то есть вот с такими этикетками пряжа продается только в наборе именно абонемент это майский абонемент я его заказала в начале мая и до 22 или до 25 мне надо было оплатить эту посылку и только тогда они высылают 25 рассылают не знаю до того момента пока у них есть это на складе то есть это не то что у них там безлимитные то есть постоянно есть вот этот вот абонемент нет вот они определенное количество окрасили произвели и все больше в следующем абонементе в сентябре будет будет совсем другая раз краска совсем другая пряжа вот поэтому здесь нет ни номера то есть какой-то цвет ничего здесь только есть написано что 75 пряжи процентов 25 полиамида рекомендуемые спицы и крючок два с половиной стирать в стиральной машине можно при 40 градусах так что еще и и да и вот везде написано опал оба то есть я думаю что если кто-то захочет по отдельности продавать эти моточки ну то есть это будет уже не абонемент кто-то так может и вот такие расцветки мне пришли то есть я не знаю какие получатся носочки из них что там какая будет последовательность секций понятия не имею не знаю ну в общем по ощущениям она такая жестковатенькая то есть но шерсть все-таки тоненькая достаточно такая ниточка ну я скорее всего буду вязать на 225 моими спицами очень интересно что же получится не могу дождаться этого момента когда мне освободиться время и извязать их попробовать хотя бы не потому что даже у девочек вот в ютюбе которые заказывают постоянно этот абонемент многие и бывают попадаются очень красивые расцветки очень красивые и вот этого майского я еще ни у кого не видела чтобы кто-то показал как выглядят носки из него из этих моточков то есть нигде невозможно подсмотреть еще что мне здесь понравилось так ты тоже я уже была расковыряла это драна где-то вот смотрите что здесь еще интересно что на обратной стороне этикетки написано как вязать носки то есть полностью инструкция по вязанию носков здорово да да на немецком конечно я не в зуб ногой но с переводчиком можно перевести как бы посмотреть еще что интересно на этикетке вот здесь как бы как сантиметр видите по краешку идет как сантиметровая лента еще знаете что мне было интересно увидеть что внизу этикетки написано что вот это вот этикетка вот это вот именно для франции я так понимаю для речи ладжио это для того куда выбрасывать этикетку именно во франции в какой бидон и все такое так интересно вот такая вот этикетка то есть видите да здесь ничего никаких опознавательных знаков то есть здесь что стирать можно бла-бла-бла стиральной машине все это можно посмотреть и заказать вот на этом сайте видите вот у них сайт и там можно все посмотреть и заказать единственное что по моему я у кого-то слышала что в россии у них пересылки нет латвия литва россия еще какие-то страны не знаю не буду говорить посмотрите пожалуйста сами кому интересно вот буду вязать а кстати красавица я красавица все рассказала до 100 грамм 425 метров каждый моток то есть на точке достаточно такие объемные большие да красота мне так интересно мне кажется вот этот потом не что-то вот это мне что-то похожее есть я покупала то ли шакен мая что-то такая расцветка похожая вот это вот вот и вот это это по-моему расцветка похоже было в ализе что-то вот такого плана короче посмотрим что получится и может быть в сентябре снова закажу такие моточки вот на этом все вот такая палатка установлена и здесь находится праздник наш праздник лягушек и вот нам принесли наших лягушек сейчас я вам вот вот она так выглядит это лягушки империале императорские как будто бы они сделаны и как будто бы они сделаны потушеные в таком соусе там внизу полинта очень вкусно и далее заказали еще такие во фритюре видео меня перевернута вы уж меня простите вот она вот она такая пусть она во фритюре зажаем картошечка вот такое блюдо далее мы пошли вернее анюта у неё слабость на вот эти лотерейные билетики один билетик один евро и потом обязательно что-нибудь выигрыш то есть без выигрышных билетиков не бывает и вот она на 15 евро купила 15 билетиков которые потом мы поделили по пять штук на каждого и сейчас я вам покажу так наш пересчитать конечно она все внимательно пересчитала так и далее мы открывали каждой билетики поделили по 5 начали открывать у меня как всегда ничего я в этом плане не счастлива мамочки попался один билетик выигрышный с номер очкам то есть это какой-то очень хороший подарок должен быть у анютки тоже один попался и далее мы пошли их забирать вот на один номерок на мамин вот это вот запахи вот этот вот типа поставить а второй билетик долго тетенька искала женщинка не могла найти под номером 318 что же есть позвала свою коллегу и в итоге я вам показываю вскоре нам потому что здесь очень очень долго все было кукла у нас появилась кукла которая отрыжечку делает и вообще с горшочком с бутылочкой совсем и на оставшиеся 13 билетиков на которых было написано аккумула можно выбрать вот 10 билетиков можно цветок орхидею сумку какую-то взять ну короче вот можно всего по выбрать тарелки чашки и что 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 вам там за благорассудится вот вот кратия в монголии лаванда и Субтитры делал DimaTorzok 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 Это очень вкусно! В алю, с карне, саром. Смешно. Смешно! Буя! Что это? Аравий? Дай мне не могу. Что это было? В течение, в течение. У нас есть еще и течение. Вот так. В смысле, если вы видите так, в смысле, в смысле, в смысле и в смысле. не смешно, в смысле антиорарий не жаль каприн очень вкусный диллит это сделано с полковой артифицированной это все из-за артифицированной не существует латте это латте латте для астронавти аспектно но почему это латте не верно все из-за латте только из-за производителей и Поэтому они не находятся в Сарде. Мы не находятся в Сарде. Но они не находятся в Сарде. Сарде. Я не готовлю в тремя. Я вам предлагаю вам много воды. Манни, ты бедная? Как если ты был в ладо в ладо, чтобы ты бедный. Покорино? Ну, каприно, поэтому вы можете посчитать это, если вы посчитаете это, потом не выясните больше ничего. Это самый сильный, это мобильный, это мистый каприн, это пекорино и каприн, всегда молодые. Это пекорино, и это пекорино, и это очень-очень. Поэтому, если вы посчитаете это, это закончится, не выясните больше ничего. Покорино, и вот. Потом вы можете посчитать это. Что это? Что это? Что это с госпитами, но они не были. Это так. Это так. Это исключительно с пекорино, потому что это не возможно для себя. Как это? 100? 100? Не надо. Не надо. 200? Вивio, с этим праздником, вы, 5 лет назад, 5 месяцев. 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 12 месяцев. 5 месяцев. 10 месяцев. Я х frozen ещё осторожное! 10 месяцев! Они будут働ить их! 1 день. 11 месяцевäl pontos. Здесьaş lugares иänn말канией. Голоса. 3 месяцев. 104た Anatomy.